Всем привет! Сегодня готовлю салат символ года. Очень и очень вкусный салат. Покорит сердца всех, кто его пробует. На любом празднике этот салатик будет в фаворите. Смело добавляйте этот рецепт в закладки, не прогадайте. Для начала все подготовим. В кастрюлю наливаем воду. Доводим до кипения. Как вода закипит, кладем куриную грудку. Добавляем соль. Смесь перцев. Лавровый лист. Кладем одну очищенную луковицу. Варим на среднем огне 20-30 минут. У меня кастрюля фирмы Таллер, подходит для всех типов плит. Ручки не нагреваются. В сотейнике отварим 5 яиц. Обязательно добавим соль. Так яйца не потрескаются во время варки, а если даже и треснут, то не вытекут. Луковицу нарежем кубиками. Свежие шампиньоны 300 грамм нарежем пластинками. Можно заменить на свежие грибы, тогда их нужно предварительно отварить. На сковороду наливаем растительное масло 2-3 столовые ложки. Кладем лук и обжариваем до полупрозрачности. Добавляем грибы и жарим все вместе до испарения жидкости. Добавляем по вкусу соль и черный перец. Снимаем с огня и дадим грибам полностью остыть. Куриную грудку 300 грамм нарежем или разделим руками на волокна. Маринованные огурцы 2 штуки натрем на крупной терке. 3 яйца разделим на белтки и желтки. Натрем на мелкой терке по отдельности. Собираем салат в кольце. У меня диаметр кольца 16 см. Первым слоем кладем куриное мясо, смазываем майонезом. Вторым слоем кладем огурцы. Предварительно с них нужно слегка отжать лишнюю жидкость. Смазываем майонезом. Третьим слоем кладем грибы. Смазываем майонезом. Четвертым слоем кладем желтки. Снимаем кольцо. Посыпаем салат по кругу и бока яичными белками. Сделаем поросят. Из моркови вырезаем пятачок, ушки и хвостик. Пятачок присоединяем при помощи гвоздики. Делаем из гвоздики глаза. Для ушей и хвоста сделаем надрезы и вставляем подготовленные детали. Салат украсим зеленью. Кладем поверх салат поросят. Хочу напомнить вам, что официальный интернет-магазин посуды Талер. Посуда Талер.ру специально предоставляет скидку для моих подписчиков в 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности в описании. Дадим салату пропитаться в холодильнике и можно подавать к столу. Получается потрясающе вкусный и сытный салатик. Приготовьте такой салат к праздничному столу, я уверена. Гости и родные по достоинству оценят его. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.